Приветствую вас, дорогие друзья! Если вы не знаете, что приготовить из тыквы, да ещё, чтобы это было полезно и очень вкусно, нашёлся такой рецепт. Мы, когда впервые приготовили его, были в огромном восторге. Ели даже дети, которые не любят тыкву от слова совсем. Итак, спешу поделиться с вами. Беру 9% творог 500 граммов и взбиваю его с тремя яйцами погружным блендером. Масса нужна однородная. На измельчение уйдёт примерно 2-3 минуты. Я предварительно подготовила тыкву. 600 грамм тыквы очищенной я нарезала кусочками и отварила до мягкости. Тыква должна быть мягкой и легко измельчаться в пюре. Я получила вот такое кремовое тыквенное пюре. А для того, чтобы ему придать приятный аромат, беру 1 апельсинчик, хорошо его мою под проточной водой и натираю цеверу. И добавляю эту жёлтенькую ароматную цедру 1 апельсина к тыкве. Перекладываю тыкву к творогу. Всё соединяю и смешиваю. Сразу хочу сказать, что запеканка без сахара. Здесь хватает естественной сладости тыквы. Добавляю немного ванильного сахара или ванилин. Добавляю 100 грамм сметаны. Если у вас тыква не сладкая, добавьте 70 грамм мёда для сладости. И всё ещё раз хорошенько перемешиваем. И теперь на этом этапе, когда вы видите гладкую, однородную, плотную массу, вмешайте 40 грамм крахмала. Беру форму, смазываю её растительным маслом. На дно формы выкладываю сушёную клюкву. Выкладываю всё тесто в форму. Тыква в этом рецепте не чувствуется вообще. Отправляю в духовку на 1 час при температуре 150 градусов. И после выпекания, не вынимаю из духовки и даю остыть прямо в духовке. Для того, чтобы серединка запеканки схватилась и не была кремовой. Запеканка уже почти готова. Ещё раз хочу напомнить, сразу её из духовки не вынимайте. Дайте ей остыть в духовке до тёплого состояния. Так как она не похожа на запеканку совсем, это что-то очень нежное и очень вкусное. Просто тающее во рту. И только после того, когда она остынет, вы её сможете легко вынуть из формы и нарезать. Тыквенно-творожная запеканка подходит тем, кто соблюдает диету. Минимальное количество углеводов делает это блюдо сытным и низкокалорийным. К тому же оно практически не содержит жиров, особенно если используется обезжиренный творог. Также такая запеканка будет полезна тем, кто страдает заболеваниями сердца. В запеканке содержится много калия. Для тех, кто имеет проблемы с повышенным холестерином и избыточным весом. Для тех, кто страдает заболеваниями почек и желчного пузыря, гастритами с разной кислотностью. Тыквенная запеканка легко усваивается организмом. Отлично подходит в качестве основного блюда для школьников, приверженцев вегетарианства, лиц, страдающих сахарным диабетом. Она легко усваивается и может стать прекрасной альтернативой перекусам. Тыквенно-творожная запеканка щадит желудок. Крайне редко вызывает аллергию, поэтому не имеет противопоказаний и не может нанести вреда организму. Творожно-тыквенную запеканку обычно готовят к завтраку или в качестве полдника.